Народное ополчение Весна 92-го. К этому времени Молдова уже трижды нападала на Дубасары. Провокации по всей стране. 17 марта президент Игорь Смирнов подписал указ о создании народного ополчения. В первые дни записались тысячи добровольцев. И сказать спасибо за нашу жизнь. Народное ополчение. Почему был приказ, образование. Не надо было, народ шоу, защищать свое право жить на этой земле. Причем различные национальности. Никто никого не собирал. А надо было издать постановление 64-го от 17 марта, чтобы защитить тех, кто был на боевых позициях. Вот это надо понимать. В ополчение шли обычные люди. Учителя, студенты, рабочие. Самому молодому было 17. Самому взрослому 64 года. Всего более 20 тысяч человек со всего Приднестровья. Петр Алифанов в ополчении уходил с завода Кирова. Мы, конечно, люди мирные. И все время за мир, за равноправие между двумя берегами, будем говорить так открыто. Вот. Но то, что произошло, то произошло. Подъем национализма был очень высок. И его чем-то надо было остановить. И товарищи выносили с поля боя. Ну, как выносили. Мы фактически только поднимали. Машина подъезжала. Грузили на машину и отправляли в Террасполь. А остальные все заняли позиции. Ценой собственной жизни эти люди поднялись для того, чтобы отстоять право жить на этой земле, говорить на родном языке. И для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Это наши герои. Это люди, которые наделены мужеством, отвагой, смелостью, любовью к своим родным, близким, к отечеству, к людям. Выражаю соболезнования всем, кто не вернулся. И дай Бог, чтобы это понимание мы донесли до всех поколений. И знать, за право жить надо бороться. Всегда, ежедневно. И не предавать. Вот этим славится наш преднестровский народ. С 2019-го – 17 марта. День народного ополчения. Это указ президента Красносельского. В боях 92-го около 300 ополченцев погибли. На плитах их имена. В память – минута молчания и живые цветы.